Несмотря на то, что город усиленно занимается два года подключением объектов к централизованной канализации, мониторинговые группы продолжают выявлять владельцев и частных домов, и гостиниц, которые живут по старинке. Такое нежелание шагать в ногу со временем сначала оборачивается для нарушителя штрафом. В среду был обследован Верещагинский ручей, были выявлены достаточно много мест несанкционированных сбросов вредных загрязняющих веществ, выписаны предписания, совместная работа проведена с Министерством природных ресурсов и экологии края. Проведена огромная работа по пресечению сбросов неочищенных канализационных сточных вод водные объекты на рельеф и в систему ливневой канализации. Только в этом году осуществлено 789 рейдов. Выдано 958 предписаний, составлено 327 протоколов об административных правонарушениях. Из обследованных 6994 объектов у 413 отсутствует сеть источных вод. Глава города предупреждает рано или поздно, но исполнить на курорте природоохранное законодательство придется. Это касается и городских территорий, и сельских. Перед сходом граждан Кудепсинского сельского округа Анатолий Пахомов побывал в селе Верхней Николаевской и сразу обратил внимание, с канализацией там непорядок. После рейда главы города туда отправилась целая делегация контролирующих служб. Выявлен сброс точных вод на открытую поверхность и в канавы вдоль проезжей части как минимум у трех домов. Нарушителям природоохранного законодательства придется заплатить штраф. Впоследствии будет проведен повторный обход. Всем даны сроки на устранение, выданы предписания. В случае неустранения, либо в случае повторного привлечения в течение года граждан к административной ответственности будет применена уже другая статья. В ходе разбирательства выявлено здесь. Прямо через дорогу проходит система централизованной канализации. И люди обращались в прежнее предприятие «Сочи-Водоканал», но якобы получили отказ. Объективность данной информации я не могу проверить, потому что «Сочи-Водоканал» больше уже не существует. Сегодня разговаривала с директором УК «Водоканала». Намечен план мероприятий, план действий. Жителям даны разъяснения, что им необходимо сделать для выполнения этих работ. Со своей стороны окажем максимальное содействие. В течение двух-трех недель мы их подключим в центральной канализации. Были сделаны замечания жителям относительно санитарного состояния поселка, мусорных свалок вдоль дорог и размещений несанкционированных рекламных счетов. Кто их там установил, выяснит административная инспекция. Гелена Овсец, Надимир Даниловский, Максим Ковригин, телекомпания ФКТ.